Действительно, программа «Особое мнение» в студии радиостанции «Хамосквы» и телеканала «Арт-ТВА». Меня зовут Нинор Себашвили. Я приветствую в студии гостя. Это журналист Архан Джамаль. Здравствуйте, Архан Гейдарович. Добрый день. Новости мы с вами обсуждали буквально пару минут до того, как прийти в эту студию. Новости, к сожалению, те, которых нельзя проигнорировать. Это то, что происходит в Кемерово. Я бы хотела вам привести слова гендиректора «Зимней вишни» Надежды Судино, которая сегодня заявила в суде, что, скорее всего, это были подростки или молодые люди из числа кавказцев или цыган, которые периодически приходили в торговый центр и вели себя неадекватно. Эти слова приводит газета Кемерово. Как вам кажется, какая реакция должна быть на эти слова и эти обвинения, звучащие от Надежды Судино? Нужно понимать, что в данном случае эта женщина, у нее понятная совершенно задача выйти из этой ситуации с минимальными потерями, потому что она, в общем-то, ну, понятно, что один из основных объявленных виновников будет в этой ситуации. Конечно, тут значительно удобнее поджог, злой умысел. Конечно, у меня там есть какие-то недоработки, нежели это все случилось, потому что все не функционировало, все было плохо сделано, она всячески отскрещивается. И в этот момент, ну, конечно, наверное, удобно, цыганча сожгла или там, да, эти черные кавказцы сожгли. Ну, в общем, так по-человечески все очень понятно, все ясно. В чем вопрос? Вас никак не зацепили эти слова или вы не видите в этом ничего удивительного? Просто вы привыкли к такой реакции в том, что в первую очередь тень подозрения падает именно на эту категорию людей? Ну, тыкнуть пальцем, вот, это же, давайте еще вспомним времена, когда там, кто убил малыша Ющинского? Жиды убили, там, да? Было же такое? Было. Куда это делось? Никуда. Вот, цыганча сожгла. Я напомню, что программа «Особое мнение» транслируется на YouTube-канале «Эхо Маск». Продолжая тему с Кемерово и с ужасным пожаром в торговые развлекатели на центре «Зимние вишни», сегодня, наконец, российские власти объявили официальный траур национальный. Как вам кажется, почему ему понадобилось для этого столько времени? Ну, не так уж важно, почему им понадобилось столько времени, потому что, ну, у нас вообще, как бы, есть такая сквозная тема в российской политике «Не так скорбим». Она сопровождает весь первый, вообще, все правление Путина, вот, все правление Путина в такое властное пространство, и в том числе и он, они находятся под неким таким вот прессингом «Не так скорбим». И первый раз вот эту тяжесть, что «Ты вот не так скорбишь», Владимир Владимирович, он испытал на себе еще, когда утонула атомная лодка, когда он понял, что вот пресса, заподозрившая его в равнодушии, это совсем не фитюлька, которую он волен не замечать. Да, именно тогда он, кстати, стал брать под усцы российские медиа. И вот сейчас вот это возникает, это тоже тема «Не так скорбим». А разница заключается в том, что сейчас много дней после многодневной паузы он все-таки нам какие-то слова сказал, на фоне всех этих протестов, возмущений. А тогда, когда утонула лодка, он сказал, вы нагнали сюда 10-долларовых шлюх о вдовах, значит, утонувших моряков. Ну, а сейчас он этого не сказал, да. Сейчас после паузы он выразил некое сочувствие, да, такое формальное. Пару слов про демографию. Ну, в общем, сделал нечто, что можно обозначить как сочувствие соболезнования, да, то есть траур вот объявил, ну, и так далее, и так далее. То есть, безусловно, прогресс. Мы видим безусловный прогресс в этой области. Скажите, а это разве скорее тема «Не так скорбим»? Мне кажется, что люди просто пытались добиться признания масштаба трагедии, что это все-таки общенациональная трагедия, которая произошла в Кемерово. Ну, понимаете, вот когда мы начинаем говорить, это все-таки общенациональная, значит, трагедия, или это не общенациональная, а локальная, там, да, областного масштаба, это уже все разговоры на тему «Не так скорбим» начинаются, да, «Не так скорбим». Здесь бывают пожары, там, да, это не первый пожар в развлекательном центре, до этого была хромая лошадь, там, да, это, если говорить, там, злого умысла не было, там. Ну, шутихой подожгли в тот раз. До этого были такие же ситуации со злым умыслом. Я напомню вам, что в свое время сгорело такое популярное молодежное кафе на Сахалине, там, да, и это послужило разгромом группировки известного вара в законе Васина. Такой был джем, люди, которого изжгли тогда это кафе, вот, чтобы, там, поставить в стойло взорвавшегося хозяина. То есть такие вещи время от времени случаются, там, да. Понятно, что когда вот такой вот масштаб, то ответственность падает на государство по очень простой вещи, там, да. Государство берет за это деньги. За безопасность берет государство деньги с нас, там, да. Она создала кучу инспекций, которые там финансируются из бюджета, это налоговые деньги, там, да. То есть с нас взяли бабки, скажут, что, ну, вот, обеспечат некие меры, которые минимизируют. То есть когда эти меры не минимизированы, когда произошел пожар, ну, всякое бывает, там, пять человек погибло, там, три человека погибло. Ну, так вышло, пожар, стихи. А когда у тебя массовая гибель, там, да, то есть это явно не минимизация. И тут нужно спрашивать, а как вот, вы же взяли деньги на организацию всего этого дела? Куда это все пошло? Чем занимались эти люди? Взятки брали? Ну, да, да, давайте с вами разбираться, там, да. Потому что по-любому в этом случае ответственно государство. Никто иначе, просто по экономическим причинам, не по каким-то моральным принципам. Это государство взяло деньги на эту работу. Оно ее не сделало. Вот вы сейчас задаете вопросы, как бы, от лица россиян, власти и тем, кто, собственно, сидит в этих начальственных кабинетах. А как вам, в принципе, реакция официальных лиц на происходящее? Вот эта встреча с родственниками жертвы и погибших в спортивном зале буквально вот в тот же день или там на следующий день. Вот это молчание и какое-то совершенно абсолютно непонимание того, что надо говорить. Понимаете, то есть, вообще, вот это же психологический вопрос, да? То есть, вот начальник уровня замгубернатора, конечно, для него это все отвратительная, неприятная помеха вообще по жизни, там, да? И он все это, как бы, ненавидит. Понятно, что какое сочувствие, там, да? Но его нужно, значит, продемонстрировать. Нужно продемонстрировать тепло. Нужно продемонстрировать чувство сопричастности, собственно, эмпатии, чувство солидарности, которой нет вообще. Он же не выбранный. А разве это сложно? Он же назначенный, он же не выбранный. Он, не то, что это сложно, он знает, что это нужно делать, он будет пытаться это делать, но он не умеет этого делать. Он должен изобразить чувства, которых он не испытывает, там, да? И не умеет их испытывать, и не умеет изображать его, это не научили. И когда это происходит, вот, начинаются вот эти фарсы с паданием на колени перед толпой, там, да? Люди добрые, так соболезную, так сочувствую вам, что вот на коленях перед вами встаю. Есть у нас чудесная русская традиция на колени в качестве сочувствия вставать. То есть, это превращается в некую клоунаду. Люди просто не умеют этого делать. Это результат того, что они не зависят, в общем, население. Губернатор, то есть, это сложившаяся система, ну, фактически назначений с минимальным, там, да, учетом каких-то внешних мнений, там, да? То есть, население, ну, что население? Почему? Что они должны этому населению, там, да? Тулеев, извиняясь, там, да, то есть, извинялся перед Путиным. Правильно, правильно сделал, он зависит от Путина. Делаем небольшой перерыв, это программа «Особое мнение». Вот вы как раз заговорили о назначенцах, о Тулееве. Просто напомню, сегодня, во всяком случае, во многих СМИ можно было прочитать такую реакцию. Один из вице-губернаторов, если я не ошибаюсь, на вопрос «Вы уйдете в отставку», сам совершенно искренне отвечает, «Меня назначают, меня не выбирают, понимаете?» И вот, продолжая, вы вспомнили реакцию Тулеева, о том, что он извинился перед Путиным, как перед своим начальником непосредственным. Вы вообще понимаете феномен этого человека во власти? Почему его сейчас там держит? Кого? Тулеева. Ну, вокруг много чего говорилось, говорили, что собирались его увольнять, что вот, когда был такой вот сейчас период губернатора пада такого, что Тулеев тоже и болен, и где-то госпитализирован, но вот как-то он сохранился. То есть, может быть... Такая бюрократическая случайность или... Ну, я не знаю, бюрократическая, небюрократическая, то есть, я понятия не имею, что там происходит. Почему он сохраняется? Ну, какое это отношение имеет к пожару? То есть, Тулеев — это человек, фактически одобренный Путиным, неоднократно. Ну, как бы видели, что с его ведома и по его воле этот человек там доходит. В том числе, наверное, еще какие-то факторы есть. Его заместитель — это человек назначенный. То есть, это все назначенцы. Какое они отношение имеют вообще к этому населению? Население только хлопоты доставляет. Оставьте нам только угольные шахты, шахтеров, а все остальное берите, пожалуйста, со всеми развлекательными центрами. Это все лишнее, это предаток. — Я не знаю, есть ли смысл у вас спрашивать, почему Тулеев и Путин не вышли к вот этой толпе, которая сегодня собралась в центре Кемерово? — Ну, потому что эта толпа кричит к ответу, к ответу, кто виноват. — А это страх? — Нет, это не страх, это просто неприятная ситуация. То есть, эти же люди, они не... Что значит страх? Чего они будут бояться? Они боятся неловкости. Они боятся, что вот как с Воробьевым маленькая девочка, помните, Пальчиковым показала, что вот создастся вот эта вот неловкая ситуация. Это дискомфортная личная для них ситуация. Им будут кричать не «Спасибо, Владимир Владимирович, не наши счастливые детства, газопровод привели, как он привык». А ему будут кричать вот «Доколе». Никто ж не придет, не станет говорить «Спасибо, Владимир Владимирович, что вот вы, наверное, теперь разберетесь, чтобы пожарная служба у нас здесь заработала». Как такая ситуация? Это дискомфортно им персонально, лично. Так они не зависят от этой толпы. А вот то, что вот медиа может разнести реакцию этой толпы, ну да, вот тут проблема. На медиа очень охотно давили в начале нулевых, после истории с Утанувшим Курском. После она утонула. Но технологически медиа стали меняться. Они превратились в блогерские сети. На них теперь намного труднее давить. Все равно огромные усилия используются. Ну, так устроена Россия. — К вопросу о блогерских сетях, раз уж вы и заговорили. Следом за расследованием этой трагедии мы видим, как по всей стране стихийные акции памяти, акции поддержки. Вот, например, в Москве сегодня целых две стихийные акции. Ну, одна стихийная, которая на Пушкинской площади должна была начаться 20 минут назад. Еще одна, которая вдруг внезапно решила устроить мэрию на Манежной площади. Там со всеми, скажем так, атрибутами одинаковые цветки, одинаковые там какие-то свечи, плакаты, фотографии. Вот как вам кажется, такая тактика власти? И в этом есть какой-то смысл? Зачем они это делают? — Ну, как, понимаете, вот несколько дней, там, да, то есть, есть такое медийное давление. Не так скорбим. Вместо того, чтобы сказать, там, да, наняли тут 10 долларов шлюх, которые изображают, там, убитых горем матерей, там, да. Вместо этого дают команду. Так, ну, скорбеть. Все начинают скорбить. — А как это можно по команде делать? — Ну, как, берем и объявляем, вот, митинг, там, да, то есть, понятное дело, что вот тот несанкционированный митинг воспринимается как демонстрацию упрека. Не форма солидарности с какими-то кемеровцами, а демонстрацию упрека, там, да, мы не так скорбим, видите, они несанкционированно скорбят, там, да. А если есть команда там скорбить, то давайте еще один рядом санкционированный поставим, все будет хорошо. — И это должны решить все проблемы. — Ну, есть команда скорбить. — И эту команду выполнять. — И эта команда будет выполнять. — Это особое мнение Архана Джумаля. Давайте, раз уж мы с вами так подробно эту тему обсуждаем, мы будем уже подходить к концу обсуждения, естественно, как обычно после всяких подобного рода трагедий. Тут же молниеносные всякие проверки, вот, в частности, по всей России будет теперь инициирована проверка безопасности торговых центров. Вот это достаточная мера? Или что вообще власти должны сделать в этой ситуации, чтобы вот люди успокоились и поверили, что дальше такого не повторится? — Ну, повторится, повторится, потому что есть пожары, есть сбои, это не что-то такое, что не видано и никогда такого не было. Да, масштаб большой. Тем не менее, мы видели, что такие вещи случаются. Ну, хорошо, нужно просто заставлять лучше работать эти службы, бороться с коррупцией. В общем, все рецепты, они известны. Сто процентной годности ты все равно никогда не достигнешь. Но процент зданий, которые будут более пригодны для разбегающихся зрителей из кинотеатров, вырастет так или иначе. Пусть на немного, но вырастет. — Но эти рецепты же не сейчас стали известны. — Они всегда были известны. Они всегда были известны, что контроль, контроль, и еще раз контроль. Ну, что и, что и, мы живем в России. — То есть для вас это аргумент, который отвечает на все вопросы? — Ну, здесь очень законсервировалась так традиция, что должность ты получаешь в кормлении. Нас же говорят, что страна евразийская, то есть не там и не тут. Мы вот как бы немножко Азия в этом смысле. — В этом смысле. Понятно. Вот вы сейчас буквально пару минут назад сами вспомнили реакцию маленькой девочки, которая подошла к Андрею Воробьеву. Кстати, напомню, что вот уже буквально через полчаса сорок минут Андрей Воробьев будет в нашей студии. Поэтому подключайтесь, обязательно пишите. Вот вспоминая не только эту маленькую девочку, но и реакцию вот этой толпы, которая там закидала снежками главу, не вице-губернатора, а главу района, если я не ошибаюсь, которого, да, главу Волоколамского района и самого тоже Воробьева. Получается, мы с вами видим новый способ коммуникации с властью, то есть вот эта толпа, которая там бросается, кричит, что-то делает агрессивно. — Ну, видите, на волне выборов с дуру вот эти вот люди, они сейчас вот выходят, вообще могли просто ОМОН прислать. Видите, они же делают выводы из снежков. — Вообще просто ОМОН прислать, что тебе будут снежками кидать, там девочки какие-то пальцами показывают. Пусть они вот ОМОНовцам это покажут. — А терпение где-нибудь, вы видите границу терпения? Сколько можно ОМОН смотреть им в глаза, а не тем, кто должен... — Ну, ведь это же, понимаете, ситуацию меняет систематическая работа. Весь ужас заключается в том, что вот эта свалка, она же там огромную прорву лет существует. Да, там туда стали отгружать какие-то ревтовские отбросы там после того, как пожаловались Путину. Но тем не менее, это старая свалка Волоколамская. Воробьев сидит там пять лет. Проблема была, возникла до него. Вот пока не произошел эксцесс, вот поднялась некая волна возмущения. А ситуацию может поменять только систематическая экологическая работа. Когда у тебя возникает как бы гражданский институт, озабоченные экологи, которые теребят, бумажки вставляют, акции проводят, там и всячески жучат, жучат, жутят. Это бесконечное-бесконечное давление. Она что-то может исправить. Но у нас обычно экологов называют, значит, политически, за таким закамуфлированной политической силой, пятой колонной. — У нас все политическая сила. — А если гранты, не дай бог, из-за границы получали, то все. — Да, у нас все политическая сила. — Это давление на губернаторов, которые там жучат, что он там какой-то, не знаю, лес какой-то отгородил себе под дачку или там еще что-то, еще что-то. Это выкорчевывается. Но, строго говоря, вот такие вот вещи, как свалка и заставить ее убрать, заставить решить там эту проблему и так далее, это никогда не решается вот таким вот всплеском в час икс. То есть, когда случилась беда. Это должна быть работа, которая планомерно будет вот идти, 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 идти. — Но сейчас она будет идти. — Ну, посмотрим, будет она. — После, во всяком случае, губернаторного объема. — Это, я думаю, что сейчас последует что-то типа решения сверху. Это не люди добились переноса этой свалки. Это после эксцесса власть решила, ну, пожалуй, можно что-то сделать. Это могло бы не произойти, если бы эти люди... Вот я услышал, когда вот это произошло. А что-нибудь я слышал про Волоколамскую свалку до того? — А слышали? — Вот про завод во Владикавказе, который отравляет воздух, я знаю. Про, значит, вырубку химитинского леса я знаю. А вот про, значит, свалку, значит, на Волоколамске я в первый раз услышал. Почему? Потому что в одном месте есть экологические активисты, которые пилят это, пилят, пилят эту тему. В другом они были. А здесь что? — Получается, из ваших слов нужно сделать вывод, что... Доля вины за происходящее лежит и на экологических активистах. А с кого требовать ответы? — В смысле? — Ну, то есть о том, что их просто там нет. — Лежит на отсутствующих экологических. — Да, отсутствующих. Подождите, но разве власть, если нет активистов, она не должна брать эти функции на себя? Активисты появляются именно в ситуации, когда власть приходит справиться. — А почему вы считаете, что власть что-то должна? — Вот вы в начале программы говорили, что они, собственно, собирают деньги за это все. — Они как бы деньги у вас на этом взяли? — Они же не берут у вас на экологию деньги? Нет, не берут. Они у вас на защиту от пожара берут, а на экологию так, совсем семечки. Проблема заключается в том, что если общество не научится защищаться от власти хотя бы в какой-то степени, в какой-то форме, то оно как бы будет всегда в роли терпилы. В таких вещах, как вот эта волоколамская свалка, то есть это защита — это экологи, гражданские экологи. Это реальный авангард, это радикалы, это люди, которые будут жестко троллить очень обидно и неприятно губернаторов, получая за это по морде и троллить дальше. Но если ты не будешь это делать регулярно, ничего не решится. — Мы посмотрим, и, как говорит главный редактор Алексей Индиктов, будем наблюдать за этим. Мы переходим к так называемой международной повестке, потому что что ни день, то новые страны присоединяются к такому своеобразному бойкоту, высылают дипломатов российских из своих стран. И, в частности, чаще всего это даже не такая какая-то критическая мера, а жест ради солидарности буквально по одному, по два человека высылают. Вы вообще следите за этой историей? Это эффективно, как вам кажется? — Ну, я не знаю, насколько это эффективно, если ты пытаешься как-то рационально оценить, но будет здесь меньше дипломатов. Ну, наверное, как-то дольше визовую очередь будет работать. Ну, так непонятно. Но если судить по реакции, по такой российской истерике по этому поводу, то создается ощущение, что задевают за что-то значительно более болезненное, чем выросшая нагрузка на консульский отдел. — А за что задевают? Вы понимаете? — Ну, я не знаю, за что задевают. Это символический, конечно, жест. Но уж больно как-то он наших уедает. Выслали и выслали. Ну что? Я думаю, что вот эта высылка, она демонстрирует... Знаете, почему так уедает? Потому что она демонстрирует некую солидарность. Это уже, получается, не англичанка гадит. Ну, понятно, англичанка-то гадит. Но вдруг какая-то за что вот все, кроме русских, считают, что англичанка не гадит. А действительно что-то было. И высылают, высылают, высылают. По одному, по два, пусть совершенно символически. Но если не считать, скажем так, Австрию, потому что поручик идет немного, когда вся рота в ногу, Австрия отказалась, пока высылать. Или там Новозеландия... — Вы оговорились, пока. — Ну, они так и сказали, что ждем результатов комиссии и все такое прочее. И Новозеландия, которая сказала, что у нас тут русских шпионов нет, нам высылать некого. То все в остальном сказали, ну да, в общем, гады. Нефиг было строить это все. — Зачем нам все эти страны? Путин же уже очень четко дал понять, что вот есть мы и наша держава, и вокруг враги в том или ином качестве. Почему нас это задевает? Я так и не поняла, если честно, из вашего ответа. Ну, потому что мы бы хотели как бы вот, понимаете, это удивительная такая парадигма, сложившаяся вот в ходе холодной войны, советское такое вот состояние ума, потому что мы знали, что мы состоим по Ялтинской конференции в отношениях, у нас там куча различных договоров. Мы вместе заседаем, значит, в одних структурах в ООН, накладываем вето на предложение друг другу или, наоборот, договариваемся по каким-то вопросам. А с другой стороны, шизофреническое разводное сознание, что это непримиримый враг, и наша задача вот показать превосходство там и так далее, и так далее. Вот эта вот некая шизоидность, она сохраняется и сейчас. С одной стороны, тебе говорят, что это вот непримиримый враг, а с другой стороны, миролюбивая Россия ничего не желает, кроме как принудить этого непримиримого врага принять ее как лучшего друга. — Вот вы сказали, какая-то шизоидность действительно наблюдается, с этим очень сложно спорить, но пока мы видим, как конфликт только набирает обороты. Вы видите где-нибудь вот этот предел? Невозможно же. Ну вот вышлют они, ну всех дипломатов они вышлют, и что дальше? — Ну, если всех вы смыслите, это называется разрыв дипломатических отношений, хоть кого-нибудь доставят. Ну, в конце концов, Путин тоже как бы, вспомните, что центральная тема, значит, второй половины нулевых была то, что мы энергетическая сверхдержава, да, то есть с нами выгодно дружить, потому что вот мы там вот типа газом торгуем, удачно. — Какие-то факторы для взаимодействия, для коммуникации, они все равно сохраняются, там, да, уж на что травили Иран, и тот не был подвергнут полной изоляции какой-то, там, да. Если страна сама не стремится к самоизоляции, как это делает, допустим, Северная Корея сейчас или СССР, ее обычно все-таки не ставят в такое положение. — А вам кажется, что вот эта цель, которую преследуют все эти страны, вот вы уже сказали, что это, во-первых, знак солидарности, мы понимаем, что первый в Великобритании выступил именно в качестве ответа за инцидент со Скрипалем, который произошел, вот это отравление Скрипаля и его дочери. — Хотя, в общем, русские регулярно убивали людей на территории Британии. — Ну, как-то совершенно вот удивительная интонация у вас. — Полонинка Галстуком давили Березовского, там, да, то есть у нас, как бы, наши киллеры ездят в Британию как себе домой. — А вас это как-то не удивляет? — А почему это уже удивляет? Что там ненормального? — Вы вспомните мемуары Судоплатова, которые там в начале девяностых выходили огромными тиражами, ими зачитывались как авантюрными романами о том, как чувак ездил по всему миру и давил Березовских там. — А что здесь ненормального? То есть так и надо себя вести? — Не, вы просто подумайте, сознание людей там, да. Вы знаете, я вам скажу один удивительный факт. Фильм «Укол зонтиком» вышел до того, как был убит диссидент Марков в реальности, когда его укололи через зонтик там, ядом. То есть болгарин из какого-то болгарского чекиста, который разрабатывал дело, пошел в кино, посмотрел и сказал, отдай-ка я сделаю так же. — Но тем не менее это не становится более законным от того, посмотрел человек в кино, посмотрел ли он в кино с убийством или нет. — Не, я просто говорю о уровне сознания людей, вот зачем это делать и так далее. Это авантюрное приключение. — Ну вот авантюрное приключение, к чему нас привело, что более там 16 стран, и опять же этот список, он продолжает расти. — Ну вот не ожидали такой реакции, привыкли же, а с Литвиненко же нормально все вышло. Ну тоже как бы они там воняли, мол, дайте этих луговых, этих кофтунов, да, сюда мы разберемся с ними. Ну ничего, прокатило, и с березой смотри, как хорошо прокатило, и с тем прокатило, и с этим прокатило. — А вот и не прокатило. — То есть, понимаете, если ты государство, которое не аннексирует Крым, то, в принципе, если ты кого-то убиваешь из своих вот совсем вот неприятных людей, своих врагов, ну мы как-то скрипя сердце, ну закроем на это глаза. Но если так, то уж извини. — Ну это же чудовищно, я понимаю, что мое удивление... — Нет, подождите, подождите, у вас есть, значит, сомнения, что Литвиненко был убит? — Сомнения? — Вот у вас лично, вот как у человека... — После всех этих расследований с этими чайниками, светящимися по полониям, конечно, нет уже. — У вас, скажем так, согласны, что, скорее всего, британское следствие, и я спрашиваю, почему вас тогда не удивляет вопрос, а почему тогда британцы не подняли дикий хай, дикий скандал, почему убийство Литвиненко, полония... — Ну это вопрос к британцам. — А, вопрос к британцам. Ну хорошо, вопрос к британцам. — Ну вот они сейчас решили... — Я просто говорю, что ничего такого мы не сделали, мы недоумеваем, почему на нас так вот все набросили, хотя бы мы всегда делали. — Да, подумаешь, каким-то ядовитым новичком, 20 человек потом в больнице помимо этого... — Ну полония уже травили, и что? — Ну как можно задавать эти вопросы после таких историй? — Ну ладно, вы же сами, вы же знаете, что это гад, он нас предал. — Ну так его помиловали. — Ну хорошо, помиловали, он понарошку помиловали, мы просто, чтобы поменяться, мы все поменялись, теперь мы его убьем, можете убить вашего. — Ну это же негласные законы разведки, это же понятно, что помилованных не трогают, это все, это полностью... — А есть такой закон? — Негласный закон. — А они знают про этот негласный закон? — Я думаю, что если мы с вами об этом знаем, то они уж об этом... — А я не знаю про такой закон, что помиловав не трогают. Да, ну, всегда есть место чему-то новому. А неосужденных? Неосужденных трогают? Ну, помилованные, это совершенно другая категория. Ну, хорошо. Хорошо, против правил. Давайте тогда у нас остается совсем... Литвиненко его поправила, а тут против правил. Ну, это ваше особое мнение. У нас остается не так много времени. Я хочу все-таки задать вам вопрос о ЧВК и закон, который не приняли, касающихся этих ЧВК. Мы знаем, что очень активная дискуссия вокруг этого вопроса непосредственно в контексте Сирии у нас шли, и российских военных, которые там так или иначе присутствуют, так или иначе погибают. Вообще, это правильное решение? Как вам кажется? Нужен закон о ЧВК? Знаете, я сторонник закона о частных военных компаниях по простой такой теоретической раскладке. Деятельность частных военных компаний – это объективная вещь. мы видим, что все на эту тропу выходят в той или иной степени. И до тех пор, пока это как-то не введено в законные рамки, это всегда политическое решение. Вот там Пригожину, Суткины можно, а вот эти вот террористы или вообще там гады. А в этом, вот где грань, там, да, то есть люди все равно не находятся под статьей о наемничестве, то, сё, пятый, десятый. Только политическое решение их ограждает от всего этого. То есть нормальная ситуация, это ручное управление. Это я так решил. А нормальная ситуация, когда все-таки процедура, там, да, допускает рамки определенной деятельности. Когда есть закон, ну, хорошо, наемничество, так наемничество. Ничего в этом ужасного такого нет. Почему нужно держать всех этих людей на поводке, там, да, за их участие, как бы, в Сирии, там, да? Я идеи не понимаю от клонения этого закона, да? Потому что там есть какая-то недоработка внутри, но сама идея, почему этот закон нужно отклоняться, я не понимаю. Если будет закон ЧВК, то получится, из-за тени выйдут все эти солдаты, которые там сейчас присутствуют, и мы, наконец-то, может быть, начнем узнавать цифры более-менее близки к реальным жертвам. Ну, и что? И что? И кому какое дело до наемников? Ну, как кому? Это все-таки граждане нашей страны. Ну, граждане, ты поехал, ты где-то там воевал, где-то был убит, там, да? Воевал за деньги, там, да? Если это войдет в нормальный рынок, если это превратится из вот этого вот бреда сирийского, где, как пущенное мясо, как штурмовые батальоны используют, превратится в нормальную систему, там, в систему инструкторов, систему, значит, организации логистики, организации конвоя, организации охраны, там, лагерей или каких-то там объектов, там, да? Чем занимаются все частные военные компании? Я вам скажу, знаете, что такое частная военная компания? Это охранные предприятия, действующие за рубежом в большинстве случаев. Это было особое мнение Архана Джамали. Мы с вами прощаемся. Всего доброго.